Мне 32 года Делали все возможное, чтобы уйти с дома Иногда, причем и с маленькими детьми Всем привет, меня зовут Екатерина, мне 32 года Это моя сестра Меня зовут Никитина Анастасия, мне 36 И мы основатели цветочной кухни Открылись мы в декабре 2018 года Идея пришла мне во сне Я очень давно занимаюсь флористикой В этом году 18 лет Катя у нас занималась шоколадом И мы давно думали, как объединить Эти два направления выходили на городские ярмарки И это всегда заходило людям И как-то мне приснился сон Что люди пьют кофе Есть цветы Продается шоколад И это так дружелюбно Классная атмосфера Я звоню на следующий день и говорю Представляешь, так круто Может быть что-нибудь сделаем И в Питере есть цветочная кофейня И после ее звонка Через неделю мы уже были в Петербурге Ходили, вдохновлялись, смотрели, чтобы что-то перенять И поняли, что того формата, какой мы хотим Даже там нет Мы собрали со всего, что нам понравилось Какие-то идеи Из-за этого свое что-то создалось И мы приехали И спустя две недели уже после Санкт-Петербурга Мы нашли помещение И начали делать ремонт То есть это в течение месяца после сна Это было такое открытие на эмоциях Каким-то Мы начали делать ремонт И потом через два месяца мы открылись Сначала все методом проб и ошибок было, конечно Потом я сходила в Уфе на мастер-класс А в том, в позапрошлом году Когда мы открылись Да, когда мы открылись уже в позапрошлом году Я ездила в Москву на недельное обучение Шоколатье То есть там уже полностью погрузилась В такое масштабное производство Вот И от этого желания этим заниматься все больше и больше Поэтому ассортимент наш увеличивается И планов тоже много Мы хотели объединить цветы и шоколад Потому что это что-то новое, необычное И, как правило, что люди дарят на подарки? Коробка конфет, букет роз, ну как бы и побежали А это хотелось бы что-то такое облагородить То есть у нас фигурный шоколад Какие-то тематические фигурки Сейчас мы начали делать конфеты, трюфели разнообразные То есть в наборе это всегда удачно выигрышно И те, кто идут на праздник Они в одном месте могут сразу все это взять и пойти Это все достойно и красиво выглядит И также решили добавить третье направление Это кофе То есть опять-таки, да, чтобы человек Изначально, как мы думали Человек будет пить кофе, пока он собирает букет Но там получилось так, что люди начали приходить просто посидеть Выпить кофе, как бы даже без покупки подарков А просто посидеть, пообщаться Неожиданно мы работали как кофейник Да, и потом же мы сделали такой вывод Что основное, зачем к нам идут Это все-таки эмоции, которые мы дарим То есть потому что люди приходят Они получают от нас заряд энергии И мы от них И вот это все так завертелось, закружилось Что получилось Немножко ушли в другую степь Хотя открывались, допустим, с одной концепции А потом перешло все в другую Это было, ну, на самом деле Какое-то чудо У нас все легко получалось И трудностей при запуске не было Трудности были потом Когда уже мы открылись И тяжело было раскачивать Ну вот формат новый Потому что не все понимали Кто мы Кофейник, цветочный магазин Бутик шоколада То есть, ну, сложно было людям это объяснять Было очень сложно вот в продвижении, опять-таки Да, мы не знали, что конкретно продвигать То есть то ли кофе, то ли цветы, то ли шоколад Да, и опять-таки помогали нам люди Которые к нам приходили Они там, сториз, инстаграм, да, это все Они вот просто сидели и думали Ну, как же вам помочь Вы такие классные Вот что бы вам сделать такого Чтобы вы там, о вас узнали больше людей, да И вот, и начали проходить у нас фотосессии То есть кто-то решил просто там по-дружески, да Можно вас пофоткаться Другие увидели и решили О, это классно То есть потом уже начали фотосессии На коммерческой основе, да, проекта То есть на целый день занимали нашу цветочную кухню Кто-то решил сделать А можно у вас сделать мастер-класс, допустим Ну, день рождения провести, да Мастер-класс, там, конфеты поделать Да, то есть увидели и опять-таки Начали это все делать Вот, поэтому все как-то Возникали проблемы И тут же получались как решения Этих проблем В цветочных магазинах мы со многими общаемся, дружим, делимся у кого, чего не хватает И также в шоколаде, то есть есть у нас люди, которые там, кондитеры, они приобретают у нас шоколад Мы считаем, что у каждого есть свой клиент Наши люди придут именно к нам Кому-то нравится работа другого, и это нормально Ну, а в любом случае конкуренция просто, она же двигатель Поэтому, ну, как бы мы спокойно к этому относимся На старте нам потребовалось около миллиона рублей Мы не кредитовались, но у нас это получилось вот просто на одном вдохе Просто мы захотели, в нас поверили родители Очень нам помогли, за что мы благодарны У нас была очень высокая аренда То есть это, во-первых, которая сразу такая большая То есть нужно было платить за несколько месяцев сразу же То есть туда это все ушло Вот, ну и закупка оборудования, да Кофемашина Так как у нас три направления, поэтому пришлось вложиться сразу на три направления Кофемашина, холодильники, мебель То есть оборудование в цех по производству шоколада То есть все вот это На самом деле в ноль мы начали выходить как раз, получается, перед началом пандемии То есть вот все, мы вроде бы, мы прям оперились, встали на ноги У нас как бы было столько планов Мы сделали свое авторское меню, которое очень долго делали То есть наш горячий шоколад единственный в городе То есть мы прям разрабатывали каждую позицию вместе со своими клиентами И у нас было много мастер-классов Все прям, и вот пришлось закрыться И в ноябре, получается, прошлом году мы открылись Но в принципе сейчас дела идут в гору Скажем так, открытие второй кухни было на плечах наших гостей, наших друзей Потому что мы, вот как сказать, мы в инстаграме сказали, что мы открываемся И нам нужна помощь То есть кто-то помогал финансово, кто-то покупал сертификаты на будущее Кто-то покупал цветы шоколад Кто-то просто переводил деньги То есть на развитие девочки там до лучших Кто-то до лучших времен одолжил нам деньги Кто-то приезжал делать ремонт, помогал Перевозили нас, таскали мебель То есть ну как бы вот это вот все Такой домик для друзей Мы его хотели изначально сделать Так вот он и работает Мы хотели очень донести европейский формат И те, кто были в Европе, сразу это считывали Они приходили, у вас вот как в Европе сидишь Маленькая кафешечка Даже когда наши дети бегали и рядом что-то делали У нас даже была собака там на Менделеева Вот и на улице мы старались прям выносить декорации Что мы там только не делали Ну естественно у нас у Фаи еще к этому не готова Вот, многое воровали Многие у нас в городе боятся оформлять улицу Мы вот все-таки хотим это сделать Хотим донести людям, что Уфа красивый город И нужно оформлять фасады Вот, как бы это было одно из первых Нам предлагают Спрашивают, начали спрашивать про франшизы Чтобы открывать наш формат в других городах Вот мы об этом задумали Мы начали изучать этот вопрос, что, как Ну поэтому думаем, серьезно задумались об этом Также мы хотим сейчас расширить цех по производству шоколада То есть сейчас мы работаем на готовом сырье На биргизском шоколаде Вот, и после обучения, опять-таки, куда я ездила То есть мы там изготавливаем прямо из какао-бобов То есть обжарка, все это И хочется тоже донести вот это Что шоколад может быть вкусным, качественным Без всяких лишних примесей И уже работать на своем шоколаде Ладно, на самом деле, много очень Чтобы составляли бизнес-план Ну, чтобы открывались на эмоциях Да, мы открывались на эмоциях И чтобы верили Верили в свою мечту Потому что все можно реализовать в жизни Ну, и поменьше слушали советов, если честно Потому что начинается лучше так, лучше так И в итоге Зачем ты, в общем, это лезешь? Ты теряешь свою мысль, которую ты хочешь донести Да, и тогда уже может не получиться то, что ты задумал Тут слушай себя, и тогда у тебя все получится